Здравствуйте! Тема видео звучит как бред жизофреника, а оно так и есть. Однако это не значит, что Макдональдс это святая компания. Есть версия, что правительство Соединенных Штатов Америки использует Макдональдс как средство для замыливания умов. Спросите как? А просто, в ингредиентах бургеров, напитков и других единиц меню этой компании содержатся наркотики, которые заставляют вас думать так, как выгодно Пентагону. Например, в фреш-ролле находится скаполаминин, который заставляет вас забыть самую важную информацию вашего мозга. Допустим, если вы какой-нибудь очень умный человек в плане политики, то вы опасен для того или иного государства, потому что вы знаете как работает система, какие чиновники берут взятки, компромат на самых высокопоставленных лиц ведущих держав. И так, собственно говоря, далее. Обладая этой информацией, вы несете угрозу режиму определенной страны. Государству нужен тупой человек, который должен платить налоги и быть рабом. Тупой человек, в их понимании, не должен здесь политику. Он должен думать, что государство все решит за него. То есть, правительство хочет, чтобы все были одинаковыми. Точнее, одинаково тупыми. А словосочетание, одинаковые люди подходят к диалоге социализм. А поскольку США абсолютно, повторяюсь, абсолютно капиталистическая страна, то Макдональдс для нее никакой пользы не несет, кроме того, что эта компания приносит в государственную казну Соединенных Штатов Америки не просто миллионы, а миллиарды долларов налогов. Я более чем уверен, что когда вы это все слышали, вы все хотели задать вопрос, сколько время? Шутка. Но все-таки, если упустить то, что это звучит тупо, подумайте, если бы у вас была в руках такая огромная компания, которая имеет влияние не просто на население, а и на страны, вы бы как-то лоббировали свои интересы с помощью нее. Я через экран вижу, как ты говоришь, нет, нет. Но легко сказать, что ты в данном случае правильный, пока у тебя нет в руках Макдональдса. Ну, если вы к моему огромному удивлению не поняли, что я вам сказал, то вот вам вот такая корреляция. Легко отказаться от миллиарда миллиардов долларов, чтобы сделать какую-то фигню, пока тебе на самом деле не предложили миллиарды, миллиарды долларов. Так вот, чувак, который обладает большей частью акций Макдональдса, просто веселится, делая какой-то бред, используя влияние компаний на умы людей. Чтобы полностью ощутить вот эту всю конспирологию, просто вспомните или представьте, вы создали фейк-страницу в ВК или Инстаграме и начинаете своим друзьям писать всякую ахинею, чтобы потроллить его, дабы вам потом было капец как смешно. В данном видео Макдональдс не как отдельная компания, чтобы констатировать тот или иной факт, а именно, что он играет вами, а как пример, также вместо Макдака может быть и Кока-Кола. Это было мое экономическое конспирологическое видео и если вы хотите побольше разборов таких теорий, пишите комментарий ГО и тогда я подумаю над этой рубрикой. И также я ни в коем случае не утверждаю, что это все правда, но предположить можно, ведь в мировой политике может быть все что угодно. Ну а прощаться с вами я категорически не хочу, но хочу пожелать удачи, пожалуйста подпишитесь и поставьте лайк и в частности напишите комментарий, я вам отвечу. Увидимся через неделю друзья, пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok